После таяния снега обязательно, если плотная почва, не песок и достаточно прохладно, то стоит вода Она может затопить все посадки, деревья, грядки, кусты, роз И вообще в огороде может стоять вода, то есть на участке до двух недель Те участки садоводов, которые находятся возле реки, их часто топит И особенно в этом году большая трагедия в Орской области, Курганской, Тюменской области Там было много снега и реки вышли из берегов, и там вообще целая трагедия Затопила огромная площадь, затопила дома и, естественно, участки После того, как сойдет вода, их обязательно нужно восстанавливать Когда проектировали этот розарий, не подумали о том, что будет углубление и все талые воды будут собираться здесь Когда снега много, и практически каждый год, вот у нас здесь укрыты розы, и вода стоит под самый верх Розы практически все стоят в воде около двух недель Сверху лед, могут вмерзать в лед, и когда уже лед немножко растает, мы начинаем воду откачивать Почва каждый год переуплотняется, приходится ее восстанавливать На нашем участке глинистая почва, и каждую весну стоит вода Особенно там, где не было прокопано колодцев для приема воды Там вода стояла до июня, потому что есть запорный слой глины Те яблони, которые посажены вровень с землей, их периодически затапливает И в зависимости от того, сколько снега, какая весна, вода стоит и корневая шейка замокает, и грунт уплотняется Те яблони, которые мы посадили на холмы, зная эту причину, они всегда сухие У них никогда такой проблемы нет Поэтому обязательно после того, как сходит вода, нужно пролить бактериями Для того, чтобы оживить почву и подавить развитие болезнетворных бактерий После того, как уйдет вода, обязательно пролейте и просыпьте препаратами сияние Дело в том, что бактерии позволяют, первое, разрыхлить грунт, который более уплотненный Подавить развитие болезнетворных бактерий Особенно, если было полное затопление участка водой И вода разлилась вообще по большой территории Она может подмыть могильники, кладбище, уличные туалеты И вся эта инфекция будет на вашем участке, на ваших грядках Поэтому, чтобы обезопасить себя, обеззаразить, нужно обязательно пролить бактериями Которые будут подавлять болезнетворные микроорганизмы Свои, конечно, бактерии могут и восстановиться Но аэробные бактерии, которые находились под толщей воды Они, естественно, будут развиваться более медленно Поэтому мы вносим их, и они позволяют усвоить лучше питательные вещества Фиксировать азот из воздуха, подавлять болезнетворные бактерии И вообще сделать почву плодородной и дать питание растениям Готовится препарат сияния очень просто Мы берем пакетик сияния 1 Засыпаем в бутылку, наливаем воды пол-литра и столовую ложку сахара Взбалтываем и настаиваем 2-3 дня Препарат готов Наливаем полстакана сияния 1 в лейку И проливаем После того, как полили сиянием 1, через день, через два Мы посыпаем сиянием 2 Это другие бактерии Посыпаем, как посолить И обязательно зарыхлим В обычных условиях мы делаем весеннюю обработку сиянием полстакана на ведро Когда у нас подтопление, мы обязательно Обычно деревья проливаем ложкой на ведро А здесь, после такого подтопления, обязательно полстакана на ведро сиянием 1 И подсыпаем сиянием 2 Если есть такая возможность, хотя бы 2-3 раза за сезон Нужно пролить почву бактериями для того, чтобы она восстановилась Продолжение следует...